Продолжение следует... В наше время, дорогие товарищи, у меня для вас много новостей. Начну с самых плохих. К 2050 году наша планета ожидает вполне себе нормальненький, глобальненький голод. Это не мои домыслы, это вполне официальный прогноз. Есть такая продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Вот они говорят, что так будет. Но есть хорошая новость. Она стоит в том, что можно увеличить производство продуктов на 70% и голода избежать. Третья новость. Увеличить объем производства продовольствия довольно легко, прибегая к методам генной инженерии. Есть далее плохая новость. Хотя о том, что такое генно-модифицированное продукты в Российской Федерации знает только 40% населения, 71% населения той же Российской Федерации считает, что это очень плохо. Вот то ли нам умирать от голода, то ли генно-модифицировать, то ли вообще ничего не менять, и пусть само как-нибудь рассасывается. Об этом мы будем говорить сегодня с нашей уважаемой гостьей, директором Общенациональной Ассоциации Генетической Безопасности Еленой Шаройкиной. Елена, здравствуйте. Рад вас видеть. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Давайте сейчас сыграем в интересах тех, кто в танке. В интересах 60% россиян, которые не знают, что такое ГМО, генно-модифицированная продукция, генно-модифицированные организмы. Объясните мне, пожалуйста, как шестикласснику, что это такое? И чем генно-модифицированный продукт отличается от плодов какого-нибудь там не лысянка, у которого овес сам зарождался из овсюга или наоборот, а от продукта, который получается у нормального селекционера? Он ведь тоже ведет генетический отбор. Очень хороший прием рассказывать как шестикласснику, а еще лучше как пятилетнему ребенку. Ровно для этого в 2004 году мы создавали с группой ученых Общенациональную ассоциацию генетической безопасности, ровно для того, чтобы рассказывать современному обществу о новых технологиях и о их влиянии, долгосрочном влиянии на окружающую среду и, собственно говоря, на человеку. Ну, совсем примитивно говоря, на все то, что состоит из генов. Я так напомню, что с точки зрения человека гены – это то, с чего стоим мы. С точки зрения гена мы являемся генетическими машинами, которые транспортируют гены на свидание друг с другом. Да. Но когда-то вопрос, который задали вы мне, я задала президенту Общенациональной ассоциации генетической безопасности ровно в такую просьбу. Александр Сергеевич Баранов. Баранов, Александр Сергеевич, сказала я, расскажите, пожалуйста, всем нам, это было в одном из круглых столов, и тоже были вопросы, чем отличается ГМО от селекции и так далее, как вы рассказываете своему пятилетнему внуку, а что же такое ГМО и для чего это нужно? Так вот, я сейчас позволю себе повторить слова Александра Сергеевича. Александр Сергеевич, кстати, ученый-генетик, сказал так. Он говорит, это то, что нужно для того, чтобы дяди и тети больше могли зарабатывать себе денег. Каким образом? Внедряя в клетку, в ДНК, в то самое маленькое, из чего состоим мы, клетку другого организма, мы получаем тот результат, который позволяет дольше хоронить продукт, проще выращивать, дольше на более длительное расстояние его транспортировать. Таким образом, по мнению ряда ученых, те, которые занимают позицию крайних противников ГМО, ГМО это то, что позволяет производителям комфортнее зарабатывать деньги на здоровье тех людей, которые потом это все потребляют. И это раз, на здоровье людей, и два, за счет устойчивости окружающей среды. Ведь ровно та самая ФАО, которую вы привели в пример, институция по продовольственной безопасности, она заявила, что развитие биологического сельского хозяйства, или органического, либо его еще называют экологическое сельское хозяйство, это российская терминология, принципиально важны для современного человечества для того, чтобы сохранить биоразнообразие. Значит, таким образом, у нас с вами ситуация складывается таким образом, таким образом, да. Мы, человечество изобрело механизм, который позволяет проще выращивать. Вы в самом начале сказали, что этот механизм позволит накормить голодающих. Но уже существует современная статистика, которая говорит о том, что совершенно не так. Которая говорит о том, что, к сожалению, ГМО не позволило отказаться от пестицидов и гербицида. О, до этого еще не дошли. Ещё не дошли? Давайте, давайте, давайте еще раз так, по полочкам. Существует замечательная вещь, которая называется дезоксирибнуклиновая кислота, двойная спираль которой ДНК отвечает за наследованную функцию. Вот почему у мамочки голубые глаза передаются дочке, а у папочки дивной красоты ушки передаются сыночку и так далее. И, соответственно, ДНК состоит из отдельных генов. Набор этот весь расшифрован, мы знаем, из каких генов состоит человек. И, кстати, сказать, не будем с вами забывать, что мы с вами есть тот же результат, но только не генной инженерии, а генной мутации. Если бы у нас в своё время в одном гене не произошла мутация, вы бы сейчас сидели не в этой студии, а на ветках бананового дерева и друг другу бананы передали. Это если верить Дарвину? Ну, это скорее если верить Докинзу, но не в этом даже дело. Окей, а это если не верить в божественное создание человека? Да, да, да. Нет, креационизм сегодня не наш тем. Смотрите, но всегда человек так или иначе занимался селекцией. Что такое селекция? Это отбор растений с определённой последовательностью генов, которые мы желаем закрепить, которые обеспечивают то или иное свойство. Ну, например, чрезвычайно плодородная пшеница. Или засухоустойчивая. Или, допустим, морозоустойчивая сорта. Это ведь тоже плод селекции. А селекция – это отбор того или иного гена. Господи, любой собачник знает, что половина всех пород, да и какую половину всех пород, это и есть результат искусственной селективной работы по отбору тех или иных генов. Вот почему и любим мы своих пекинесов или радуемся, какая у нас прелестная собачка, которая называется французская бульдожка. Ну, правда ведь красавица, да? Про то и пуделя я вообще уж молчу. Так что опасного в генной селекции? Я не буду сейчас долго рассказывать, почему селекция и почему трансгенное вмешательство не одно и то же. Я сейчас приведу всего лишь один пример. Например, мы возьмем с вами трансгенные томаты, в которые добавляют ген камбалы. Так, они становятся плоские и с глазами на одной стороне? Для чего это делают? Для того, чтобы эти томаты могли вызревать в достаточно холодной температуре, в холодно-температурном режиме. А теперь давайте ответить на вопрос. Моя теща была бы счастлива. Ваша теща, наверное, относится к 60% россиян, которые не знают, что такое ГМО. Но крайне не одобряют. Да. Поэтому наша задача сейчас без всякого популизма дать людям возможность разобраться в том, что это такое, и привести аргументы как за, так и против. Конечно. Кстати, сразу хочу сказать, что общенациональная статация генетической безопасности не выступает против трансгенных, скажем так, опытов с природой. Мы просто говорим о том, что коммерциализировать эти технологии пока рано. Поэтому я сразу хочу сказать, что мы не противники. Ну, итак, томат и ген Камбл. Какое отношение это может иметь к селекции? Это, если опять-таки говорить о том, о чем мы сегодня не говорим, по сути, это химера. Ну да, создание несуществующего. Конечно же. И я совершенно не хочу сейчас внедряться на территорию церкви. Более того, кстати, например, католическая церковь признала ГМО как, возможно, полезный продукт для человечества. Православная церковь, к сожалению, пока еще молчит, не дает ни той, ни иной оценки, хотя было бы очень интересно ее мнение на самом деле мне. Ну, я точно понимаю, что ни природа, ни Господь так не задумывал. И я не понимаю, какие будут последствия вот этого вот скрещивания. И мне бы хотелось знать, а действительно ли это безопасно? А можем ли мы делать этих химер? Какие тут этические аспекты? Какие тут аспекты, последствия для окружающей среды, для здоровья? Вот я считаю, что прежде чем запускать ту или иную новую технологию, не только биотехнологии, не только генетические технологии, а любые технологии, как только человек начинает пользоваться технологиями, он должен понимать последствия. И если мы говорим о том, что человечество сегодня находится на достаточном уровне этического развития, я не говорю сейчас о духовности, некой этике, да, и мы понимаем, что человечество может быть ответственно за последующие поколения в том числе, то, наверное, да, человечество может использовать новые технологии. Но пока у нас есть сомнения в этичности и в ответственности человека, нужно на 100% осознавать безопасность технологий. Вы, видимо, простите, если перевел невольно, вы имеете в виду этику и этическую ответственность не потребителей геномодифицированных продуктов, а все-таки создателей, да, производителей, кто на этом может заработать, с вашей точки зрения, неоправданно много, или заработать на том, что еще до конца не устоялось, так я помню? Не совсем так. У меня нет иллюзий, и еще Карл Маркс, как вы помните, сказал, что нет такого преступления, на которое не пошел бы бизнес из-за 300% прибыли. Поэтому верить в то, что крупнейшие транснациональные компании, которые в свое время изобретали пестициды «Оранж» для того, чтобы посыпать во Вьетнаме партизан, и чтобы, в общем-то, побеждать в этой чудовищной войне, и когда этот же транснациональный гигант становится изобретателем ГМО и говорит мне, как потребителю, что это безопасно, я не очень верю бизнесу. Вы имеете в виду компанию «Монсанто». Я имею в виду компанию «Монсанто». Это конец 80-х годов, когда они занялись генной инженерией. Да, когда они занялись генной инженерией, и это нормально, что очень многие технологии выходят из ВПК, будь то американский ВПК, либо российский ВПК. Это история про Вьетнам, правда. Да, да. Это ровно их «Оранж», их гениальный пестицид, которым они искалечили огромное количество поколений, потому что поколения во Вьетнаме мутируют. Ну, понимаете, в чем дело. В формальной логике это одна из характерных уловок, переход на личность. То есть, как мы можем слушать этого человека, если он такой неблаговидный поступок совершил. Тема наша все-таки другая. Коля и антим занимались. Не важно, что у них было в прошлом. А мы запередают оружие. Мы знаем, слушайте, компания «Хьюго Босс» тоже известна, чем первый раз она отличилась. А чем она отличилась? Она отличилась тем, что эсэсовскую форму вообще-то шила. Вот откуда идет «Хьюго Босс», что не мешает российским водникам и водницам, забыв или простив, или наплевав, или сделав вид, что этого не знает, прекрасно покупать соответствующую продукцию. А вот, может быть, кто-то сейчас не забудет, не простит, услышав эту информацию. Вот я на всякий случай вам хочу сказать, что, исходя из того, что я услышала, я теперь буду 10 раз думать, покупать ли «Хьюго Босс». Ух ты, Господи, мне же на счетчик «Хьюго Босс» теперь поставят, что я вам продашь в России. Но, собственно говоря, это незакрытая информация, поэтому, я думаю, проблем не будет. Абсолютно известнейшая история. Как и с «Монсанто» незакрытая информация. Ну, вот смотрите, существует Америка. Страна действительно на сегодняшний день с передовыми научными исследованиями. Страна действительно на сегодняшний день с передовой техникой. Страна с технической точки зрения и с научной, если отличиться от других, стоящая там просто намного далеко впереди всех остальных, чуть ли не добавил, вместе взятых. И они сегодня производят 96% засевают всех площадей генномодифицированными организмами, генномодифицированными растениями. Перед Америкой что, не стоит таких проблем? Или это та страна, которая, будучи глубоко протестантской, глубоко религиозной, а в Эббер это все мы читали, поэтому знаем, что такое протестантская этика и какое к ней отношение имеет бизнес. Почему они тогда на это идут? Почему они сегодня во главе всей генной инженерии? Что, ради 300% прибыли? Да вы поговорите в библейском поясе США, в какой-нибудь там Боризоне об этом. Во-первых, я вам должна сейчас отдельно буду рассказать, откуда берутся те самые 300% прибыли по отношению к ГМО. Во-вторых, если говорить об Америке, то я не стану сейчас даже подключать теорию заговора и говорить о золотом миллиарде, но Америка, в отличие от России и многих других стран, особенно стран третьего мира, имеет возможность кормить своих граждан, особенно обеспеченных граждан, свою элиту органическими продуктами. В Америке все, кто зарабатывают деньги, начинают делать несколько обязательных вещей. Во-первых... И на этом наживаются производители органической продукции, organic food. Да, но смотрите, они имеют возможность выбора. Они идут в органические магазины, они едят чистую продукцию, они идут, соответственно, в спортзалы, они бросают курить и так далее, и так далее. И вот у тебя другой образ жизни. Да, это мода. Вы знаете, какие воды считались самыми полезными до революциями в столице нашей Великой Империи, гордый герой Санкт-Петербурга? Воды Лагидзе. А воды Лагидзе были искусственными, минеральными водами. И считалось, что искусственная по качеству мода была на все передовое, на науку, на искусственную. Считалось, что они полезны, чем натуральные. К чертовой бабушке... Вот я говорю, что ГМО, это скорее мода, которая подогревается колоссальными бюджетами транснациональных компаний. Итак, право выбора в Америке. Но посмотрите, какая тенденция последних лет. Например, в Калифорнии проведен референдум, и люди отказались от ГМО. Они не хотят, чтобы на территории... А там нельзя выращивать или нельзя продавать? Или там нужно предупреждение ставить? В Америке чудовищная ситуация. Там же нет маркировки про ГМО на упаковке. В Америке нет обязательно маркировки ГМО на упаковке. Но, опять-таки, там есть органик фуд. То есть, если ты хочешь без ГМО, ты просто идешь в органик фуд. А все остальные, вот это все остальные, латиноамериканцы, афроамериканцы и так далее, они едят вот это вот все без маркировки. Поэтому есть нюанс. И, кстати, небольшая статистика про Америку. Там каждый третий ребенок болен ожирением. И вы считаете, что вино и не гамбургеры, и не картошка фри, а именно ГМО? А, я считаю, что это система, но в том числе и ГМО. Это чипсы перед телеком. А чипсы откуда? А картошка какая? Понимаете? Все, звень ядной цепи. А картошка-то генетически модифицированная? Ох, сейчас до масонов докопаемся. Ох, докопаемся до масонов точно. Почему? Потому что откуда 300% прибыли? Кто-то же этим всем управляет, этим нашим замечательным миром, сложным, противоречивым, который... Кроме Бога, у меня других кандидатов на этот пост признации нет. А у меня есть все-таки, если мы говорим о мирском воплощении, у меня есть понимание, кто всем этим управляет. Во-первых, сколько они действительно дают 300% прибыли по сравнению с обычными продуктами? Нет, она из другого состоит. Во-первых, стоимость генетически модифицированных продуктов – это большой миф. Она дешевле всего процентов на 20. Тут нет большой... Из чего как зарабатывает транснациональная компания? Транснациональная компания зарабатывает несколько раз. Первое. Транснациональная компания зарабатывает, когда продает семена. Ты у нее можешь купить это семена, одногодки. На второй год из них потом... Ты потом эти клубни, например, если речь идет о картошке, выращивать не сможешь. Вот сегодня, да, у нас, как известно, с картошкой... Россия – великая картофельная страна, и с картошкой произошла одна чудовищная вещь. У нас есть один сорт картошки – это картошка. Иногда ее называют лорхом, да, потому что это тот самый знаменитый сорт, который там перемешан и выродился незнамо во что. Некоторые определяют еще синеглазку, которая вот эта... Ну, в принципе, картошки у нас один сорт. Но мы знаем, что если картошку разрезать, как в блокадном Ленинграде, на множество кубиков, из них затем появятся отдельные корнеплоды. И можно глазками даже высаживать. Технологии. И мы просто... А вы хотите сказать... Ну, сорт будет тот же самый, выродившийся лох. А вы хотите сказать, что геномодифицированными... Не будет такого. Мы привели в пример картошку, а потому, ну, если быть до конца точными, то есть еще кукуруза. Нет, Елена, это важно. Вы хорошо, кукуруза, вот кукуруза. Вы что хотите сказать? У геномодифицированных семян кукурузы вырастают початки, которые обладают вот этими свойствами. Которые потом ты не можешь выращивать. Но мы не говорим сейчас на 100% во всех сортах, скажем, соу-соу. Значит, итак, ты покупаешь семена, ты купил семена, потом тебе говорит транснациональная компания. Но к этим семенам у нас идут специальные пестициды. Ну, это мы все знаем. Эту блузку лучше все стирать с нашим отбеливателем, с нашим стиральным порошком и так далее. Но невозможно по-другому. Это действительно, ты здесь не сменишь отбеливатель. Ты покупаешь этот отбеливатель. Ты покупаешь эти пестициды. Но потом в какой-то момент приходит, вот знаете, если мы уже по рекламе говорим, то приходит кариес. В какой-то момент транснациональная компания говорит, а еще и лицензионные сборы с урожая. За то, что наши семена это авторские, по авторскому праву. То есть ты еще платишь определенные отчисления за использование уникальной разработки. То есть ты не просто ее купил, ты еще платишь. Вот вам 300%. Вот вам зарабатывание в три конца, как сказали бы по-другому. Понимаете? Это идеальный бизнес. Это идеальный бизнес для бизнеса. Никто же не заставляет покупать именно эти семена. Ой, послушайте. Что такое маркетинг? Мы все прекрасно понимаем. Во-первых, устраиваются пробные партии бесплатно. Во-вторых, устраиваются различные возможности по демпинговым ценам. Устраивается столько возможностей. Устраивается колоссальное лоббирование на уровне государств и штатов. То есть это огромная махина. Речь идет о гиганте транснациональном. Понимаете? Это огромная махина с огромными лоббистскими возможностями. Посмотрите, что творится в области ГМО между США и Европой. Это же один из главных конфликтов в области ВТО. Европа из последних сил старается ГМО выжать со своего рынка. То есть они устраивают различные припоны. У них обязательная маркировка почти у всех. У них зоны свободные от ГМО. Они, например, разрешают выращивать, потом начинают выжигать поля. Посмотрите, какая тенденция во всем мире. 160 территорий объявили себя зонами свободными от ГМО. Например, Швейцария. Например, Болгария. Ну, вот Швейцария понятно, с ними там все понятно. У них там, в принципе, другой уровень мышления, понимания и всего остального. Ну, Болгария, 16-я республика. Елена, позвольте две копейки в этот газировочный автомат. Давайте три. Да, это уже не без сиропа, но еще не с ним. Тоже за три копейки сиропом наливаем. То, что вы сейчас рисуете, вот эта схема. Это обычная стандартная маркетинговая схема раскрутки любого продукта. Что слабо алкогольных коктейлей для молодежи, что жевательные резинки, что, я не знаю, что агенты показывают нам каждый раз, когда мы там выходим из метро или в магазин, ну, попробуйте наш чай, у нас специальная акция. Потом, ага, к этому чаю нужна будет специальная ложечка, специальный чайничек и так далее, и так далее, и так далее. Мне же интересует вред для организма, прежде всего. Вред для кошелька, это, конечно, печально, но это можно пережить. Согласна, это логично. Просто я хотела объяснить, в чем азарт транснациональной компании, как они зарабатывают. С точки зрения бизнеса, да. Теперь давайте я все-таки закончу пример с Болгарией, и мы с вами ответим на вопрос, а почему Болгария... Что вас настораживает, помимо того, что кто-то очень хорошо зарабатывает, а мы с вами, к сожалению, нет. Нет, меня, кстати, то, что кто-то зарабатывает, не настораживает, потому что чем больше денег у кого-то, тем больше они могут тратить на что-то, в том числе на развитие технологий и так далее. Поэтому я очень за деньги. Я против последствий. Итак, Болгария, 2010 год, интернет, началась кампания в интернете, после этого люди вышли на улицу с пикетами, митингами, с просьбой... А в интернете была кампания за или против? Против ГМО. Люди испугались, что сейчас, так как они уже члены Союза Европейского, что они тоже вошли в зону, где есть ГМО, и они говорят о том, что мы хотим, чтобы на территории Болгарии не было трансгенов. Итак, это, кстати, как технология интернета сработала. Они вышли на улицу, они добились от правительства, что правительство запретило ГМО на территории Болгарии вообще высевать, продавать и так далее. Дальше. А как же чипсы? Не допускают. Например, Сербия. Там два года лишения свободы за то, что если ты на территорию страны привозишь ГМО. О, есть такие законодательства. Ух ты, русские туристы. Вди. Смотрите, а теперь ответим на вопрос. Почему мир разделился на две части? Научное сообщество, политики и так далее. Почему? Кстати, вообще непримиримые части. Почему это происходит? А потому что существуют независимые опыты ученых, которые нам транслируют негативный вред ГМО на живые организмы. Они проходили в первую очередь на лабораторных животных. Более того, то, с чем уже не спорит даже компания Монсанто, негативное влияние ГМО на генно-модифицированных полей, на окружающие поля. То есть у нас происходит генетическое заражение окружающей среды. Вы же говорили, что семена-то однолетники. Как же можно заражать? Но вставки через пыльцу, через опыление заражают, более того, это перекрестное переопыление. Это могут быть разные виды. Случится, что с борщавником в нашей средней полосе завезли эту дрянь, когда-то, надеясь, обеспечить дешевым, кстати сказать, кормом скот. И вот выяснилось, что корова эту дрянь жрать не будет, а человек, ежели до борщавника в солнечную погоду отронется, получит ожог. Ну, это не так смертельно, как то, что происходит с ГМО дальше. Вообще, американские ученые говорят, что, к сожалению, на планете лет через 50 не останется ни одного клочка переопленного Земли. И никто не понимает, ведь мутируют, что мутируют? Мутируют после этого сорняки, мутируют насекомые. Ведь происходит что? А насекомые-то каким образом? Они адаптируются. Они же переносят пыльцу, они переносят. Они, зараза, адаптируются. Они жрут потом это все. Так всем адаптируются. Да, но они становятся, по сути, жесткими такими мутантами. Вот представьте себе, лопух, сорняк, который вырастает в 3 метра. Ну, на Дальнем Востоке такой вырастает. А это вот не на Дальнем Востоке, это просто так, естественно, в природе. А это 3 метра сорняк, который не убивается никакими пестицидами, гербицидами. Лопух-мутант. И это происходит где? Вот прямо в Великобритании происходит, вот происходит в Европе и так далее. Почему же вся эта паника фермерская происходит то, к чему человечество оказалось не готово? Но я о вреде для меликопитающих, то, о чем вы у меня спросили. Почему? Там о насекомых, скорее, я спрашивал. Пока еще не меликопитающих. Меликопитающие, это мы с вами. Они точно так адаптируются, происходят какие-то... Вот, кстати, очень важный факт. Чтобы ответить на все ваши вопросы, должно быть достаточное количество опытов. Их нет. Я вам, как человек, который организовывал такие опыты, мы в 2010 году с институтом имени Северцева России. И с коллегой Ермаковой. И королева Ермакова примкнула к нашим встроенным рядам после того, когда она провела опыт сама на крысах. Это было до 2008 года. Мы с вами знаем про этот опыт, а большинство людей не знает. Расскажите. Ирина Ермакова. Она вице-президент, по-моему. Сейчас она вице-президент нашей ассоциации. Значит, что сделала Ирина Ермакова? Поскольку людей было жалко, она прибегла к крысам. Поскольку на людях нельзя, она прибегла к крысам, как это и диктует, собственно говоря, нормативы по проведению новых технологий. Она физиолог. Она решила проверить поведенческие реакции, еще что-то. Она только не так давно узнала о ГМО, она специализировалась на других вещах. Она узнала о опытах Пуштаи, это известный ученый западный, которого потом убрали из института, потому что он один из первых заявил на весь мир, что ГМО негативно влияет на животных. Значит, она решила повторить какие-то эти опыты. Она поставила свои опыты. Что же она увидела? Что кроме возрастания агрессивности... Нет, вы расскажите, в чем суть опыта. Мы сразу к результатам не рассказываем. Она взяла трансгенную сою, она взяла чистую сою и взяла стандартный виварный корм. Она посадила крыс в клетку и начала кормить животных во время спаривания. Вернее, прошу прощения, до спаривания еще начала... Вначале они раздельно сидели, она их начала кормить. Потом, когда самцовый самок свели в одну клетку, она продолжала кормить. И что же у нее получилось? Вернее, не получилось. Она не получила второго поколения крыс. Для Ирины Ермаковой был... А в какой из групп? Та, которая ела трансгенную сою, естественно. Та, которая ела чистую сою, все было в порядке. Та, которая ела стандартный виварный корм, все было в порядке. Ирина Ермакова, как человек... То есть она добилась все-таки, ни в чем не понятно, как зверушек, оректильной дисфункции. То есть она добилась, да. Она добилась того, что крысы не рождались. Она не могла ответить, почему, кстати. Дисфункция чего? Мы не ехали бы в клетку к крысам срочно. Да. Ирина Ермакова пришла к нам в ассоциацию с этими результатами. Мы в ассоциации... Это был как раз восьмой год. Это были первые, кстати, я хочу сказать, к чести Ирины Владимировны, это были первые опыты, независимые в России. Мы, мягко говоря, были шокированы. Мы... Ирина Ермакова доктор биологических наук. На секундочку, да, все-таки. Мы посмотрели ее результаты, мы услышали, и мы помогли донести до журналистов и до всего сообщества, в том числе научного, результаты этих данных. Ирина Ермакова критикует и говорят, что это не чисто поставленный эксперимент, что это маленькая выборка, маленькое количество животных. А кто-то еще повторил потом? И мы все это время просили один год, второй год, мы просили... Это было даже до восьмого года, это был седьмой, кстати, год. И мы пару лет просили очень сильно повторить этот опыт. И оказалось, что опыт никто не хочет повторить. Нам пришлось самим, нашей ассоциации, повторить этот опыт. Но мы учли все минусы, которые сделала Ермакова. Во-первых, Ермакова сделала сама себе опыт, да. Значит, она себе провела как ученый опыт, а у нас, скажем так, понимание репутационности отсутствует во всех сферах жизни, и в том числе в науке. Поэтому все начали говорить. Ну вот, она сделала, непонятно, что она там делала, поэтому мы решили пойти другим путем. Мы нашли партнерский институт. Ну, что значит партнерский? Ну, грубо говоря, мы заказали исследование у института, который входит в Большую Академию Наук, Институт Фундаментальной Науки. Он называется Институт проблем эволюции и развития имени Северцева. Мы заказали эти опыты и решили повторить их на джунгарских хомячках, потому что было интересно посмотреть, а как хомячок отреагирует на трансгенную сою. Мы неимоверными усилиями нашли тот самый трансгенный соевый шрот, потому что есть масса нюансов, которые не позволяют тебе получить от транснациональных компаний чистые семена. Просто на рынке нельзя что-то купить? Нет, нельзя их купить. Более того, ту сою, которую мы получили, там были все сопроводительные документы, что это чистая соя. Ну, мы ее когда проверили, оказалось, что она нечистая, мы ее взяли, как бы радостно все проводили. Итак, значит, что у нас происходит? Чтобы никто не говорил, что мы сами там себе что-то подхимичили, мы передаем полностью право управления этим опытом и проведения, и планирования этого опыта. Мы сделали несколько групп, чтобы нас не упрекали в том, что здесь маленькая выборка. Мы учли нюансы по выборке. Мы, в отличие от Ирины Ермаковой, кормили животных сразу во время спаривания. Не до спаривания, а вовремя спаривания. И, наверное, именно поэтому наш опыт не получил третьего поколения хомяков. Потому что у нее уже второго не было, а у нас только третьего не было. То есть, в нашем случае внуки не родились. Да. Елена, в общем, я понял, есть во время спаривания вредно. В общем, многие к этому пришли. ГМО вредно точно. ГМО точно и до спаривания, и во время вредно. На кроликах не пробовали? Там к высшим приматам не собираетесь подбираться? Мы собираемся, есть нюансы. Во-первых, хочу закончить с этим опытом. Очень важно отметить, что мы не говорим о том, что это 100% перенос результатов на человека. Но это было бы просто чудовищно и популистски. Все-таки в ассоциацию входит достаточное количество ученых. Да вы человека похормите просто на одной сои, и он точно размножаться не будет. Там был и соевый шрот, и, естественно, и виварный корм. Это же не была только шрот. Но, во-первых, это был шрот, которым кормят наших сельскохозяйственных животных. Теперь наши выводы. Мы не получили третьего поколения. Почему? Мы не знаем. Это самый страшный вывод. Никто не может объяснить, почему такой результат. Что влияет в этом конкретно соевом шроте? Это накопленные пестициды или это все-таки трансгенные вставки? Мы не знаем. Именно поэтому мы говорим. Так как мы не знаем, давайте вместе открыто, публично с этим разбираться. Первое. Второе. Мы можем переносить на человека? Хотя человек, обращаю ваше внимание, тоже млекопитающий. Такой же, как и хомяк. Намного более сложный, но мы млекопитающие с вами. Итак, можем переносить на человека? Конечно, нет. Но мы можем на 100% переводить на наших сельскохозяйственных животных. И поэтому, если мы говорим о сельском хозяйстве как об отрасли, которую мы пытаемся на территории России создать, ну или говорим о том, что пытаемся, это как минимум уничтожает потомство у сельскохозяйственных животных. Но главные наши выводы, и мы озвучили это на официальной публичной пресс-конференции «Верия новости». Мы написали об этом в открытых письмах целым рядом чиновникам. И в том числе, кстати, Владиславу Юрьевичу Суркову, он как раз тогда начал отвечать за Сколково. А теперь представьте себе трагическую ситуацию, я бы даже сказала забавную ситуацию на территории России. Ты можешь заработать денег сколько угодно, но ты, к сожалению, ешь, и твои дети едят все то же самое. У нас же нет органик-фуд. У нас всего один... Да ну ладно. У нас нет органик-фуд. Вы не сможете... Да ну я вам такого найду фермера, который на том рынке, где я покупаю таких уточек, гусиков и курочек, поставляет и кроликов. А я хочу вам сказать, что этот фермер 100% не контролирует свое сельскохозяйственное наличие дому. А вы считаете, что у него тоже какие-нибудь трансгенные? Конечно, у нас нет органик-фуд как отрасли, потому что у нас нет закона об экологическом сельском хозяйстве. Те полочки в магазинчиках, которые у нас есть органик-фуд, не позволяют... Елена, а давайте вот сразу, ликбез номер 2 или номер 3 в сегодняшнюю программу. Значит, скажите, во-первых, у нас сегодня можно официально торговать генно-модифицированными организмами в магазине. Запрета на это нет. Но должна быть обязательно маркировка. Я правильно понимаю? У нас сегодня по закону в России разрешено 18 линий. Это последние данные Роспотребнадзора. Это последние 18 видов или что? 18 линий. Ну, выведенных линий, скажем так, кукуруза, номер такая-то, МОН 840, с трансгенной вставкой такой-то. У нас есть несколько картофелей, у нас есть несколько кукуруз, у нас есть несколько сой. У нас есть сахарная свекла одна, но в основном это картофель, кукуруза и соя. Вот это составляет... Помидорные комбалы, комбальные помидоры? Нет, нет, нет. В этом случае у нас их нет, но... Ах, в Мурманске бы порадовались, а? Ну, официально не разрешено. Еще одна трагедия России состоит в том, что мы не знаем, а что же на самом деле продают. Это как так? Вы только что сказали 18 линий. Разрешено. Объяснено, какое... Системы контроля за неразрешенными линиями, за разрешенными линиями вообще нет никакого. Что это значит? У нас есть несколько вариантов. Первый, нас обманывают и под видом трансгенов возят вовсе не трансгены. Вариант номер два. То, что нам выдают за чистую продукцию, в действительности чистой не является. Да, мы покупаем, мы не очень понимаем, что мы покупаем. Это пример той самой сои, которую мы использовали для опыта. Были все сертифицированные документы, что это чистый продукт. Оказалось, что это трансгенный продукт в очень большом содержании трансгенов. Теперь то, что касается... А как это определяется? Вот как, а можно это лабораторным путем? Есть специальные, у нас есть два ГОСТа, 73 и 74, которые в основном у нас проверяют ПЦР-анализ, есть так называемый. Определяют наличие ГМО, качественный и количественный. Наличие ГМО и его количество. Это вот ближе к вопросу о законодательстве. Значит, у нас в 2007 году к закону о правах потребителей принята 10-я поправка. В рамках этой поправки наша маркировка теперь 0,9% от ингредиента. То есть, если у тебя здесь в баночке с картофелем, картофельным пюре, если у тебя здесь находится ГМО-картошка, то если в случае ее 0,9%, то ты уже должен писать маркировку «Содержит ГМО». А если меньше, можешь не писать? Если меньше, можешь не писать. По сути, таким образом наше законодательство гармонизировано с европейским. Несмотря на то, что мы настаивали, наша ассоциация, например, в отличие от Гринписа, который был за вот эту вот норму 0,9%, а мы были против этой нормы. Мы считали, что маркировать надо даже в любом случае, независимо от 0,5, 0,9 и так далее. Потому что Европа сейчас снизила до 0,5, например. Мы считали, что если там есть любое количество, давайте маркировать. Но приняли эту норму и тоже неплохо. Потому что до этого у нас было вообще 5%. Да. Ну вот, кстати, наши же первые исследования в 2004 году увенчались тем, что мы у пяти транснациональных компаний нашли ГМО без маркировки в детском питании для грудничков. И после этого на нас один известный транснациональный гигант подал в суд. Чем окончилось? Мы выиграли этот суд. Больше никто из... В Басманном, надеюсь, суде разбирательство проходило? Ну, это арбитражный суд. Уже все-таки юридические лица. И мы ассоциация, хоть мы не коммерческая и не государственная организация, но мы юридическое лицо. Поэтому, да, у нас был сложный суд, три раза менялся судья и так далее. Но, в конце концов, было принято решение, что, скажем так, мы выиграли по юридическим нюансам. Но Несле, если... А это компания Несле. Я не знаю, можно ли у вас в эфире называть бренды. Еще разочек посудимся. А с чего судиться? Это открытая информация. Компания Несле могла бы подать в суд, вернее, подать апелляцию, если она не согласна. В апелляцию компания Несле не пошла. А мы в двух ее продуктах нашли ГМО. В одном продукте было 50% от ингредиента, а в другом продукте было прям все 100% от ингредиента. Это детское апеллянение. Ирина, вот объясните такую вещь. Вот смотрите, если я сомневаюсь в качестве тушенки, да, что еще просрочено, я могу отнести в лабораторию, получить заключенный сертификат. Там просто сделают химический анализ этого продукта, или биологический. Я не уверен, как это правильно называется. Значит, если, короче, у ПЦР помянули, значит, я подозреваю все наличие дурной болезни, я могу пойти в соответствующую лабораторию, там мне сделают анализы по методу ПЦР. Скажут, что я, допустим, зря волнуюсь, совершенно здоров. В случае, если я подозреваю, вот знаете, бывает, люди очень тщательно относятся к своему питанию. Владислав Юрьевич Сурков, допустим, если я, я думаю, что он очень ответственно, ну, в его должности положено такая, относится к той продукции, которая... Вы, кстати, отреагировали тогда на наше открытое письмо, я вам скажу, как. Вот, извините, я не знал, но уже предположил. Куда мне идти, и где такой анализ могут сделать? Наша ассоциация работает с несколькими лабораториями на территории как Москвы, так и России. Наша базовая корневая лаборатория – это лаборатория торгово-промышленной палаты «Союзэкспертиза», САЭК сокращенно. Мы выбрали как основного партнера эту лабораторию, потому что у нее есть право, скажем так, арбитражных различных разбирательств на международном уровне, потому что мы общаемся с транснациональными компаниями очень часто, и, в общем-то, уровень специалистов в этой лаборатории достаточный для того. Это понятно, да. А человек со стороны может туда просто прийти? Частное лицо не может. Может только заказчиком стать юридическое лицо. Именно поэтому к нам приходят очень часто в ассоциацию и говорят, вот у нас есть продукт, мы в нем сомневаемся, помогите нам проверить этот продукт. Но, кроме нашей ассоциации, у нас немножко другие задачи. Мы не общество защиты прав потребителей, хотя последние годы мы очень часто работаем именно так. Ну, мы говорим, наша ассоциация скорее оценивает системность проблематики и пути ее решения. А есть большое количество общей защиты прав потребителей. И можно через них? Можно прийти к ним, и они помогут это сделать. А теперь давайте про Сурков. Как Сурков реагировал? Вы знаете, мы когда писали открытое письмо и обсуждали с коллегами, а что же нам вообще, кому же обратиться? Потому что, знаете, я смеюсь и говорю, я нахожусь в переписке со всеми первыми лицами государства. Пока не забыл, Анищенко писали? Он же у нас на защите. Анищенко. Писали ли мы Анищенко? Вы что, это совершенно, мы совершенно очень любимым мужчином. Письмо Елены Анищенко. Давайте, четырехштопным ямбом. Мы Анищенко не просто писали письма, мы даже пикетировали в свое время Роспотребнадзор, когда разрешили очередные линии ГМО без, с нашей точки зрения, надлежащей проверки. Пять организаций вышло на пикет. Этот пикет организовывало, еще четыре организации нас поддержало. Кстати, я вам хочу сказать, если мы говорим насчет Геннадия Анищенко, что ровно об этом мы ему всегда и пытаемся донести, что все 18 линий, разрешенных на территории России, были проверены на одном, или в лучшем случае, двух поколениях крыс. Понимаете? А не на пяти. А вы считаете на пяти? Очень важный факт. В России не проверили досконально эти 18 разрешенных линий. Поэтому мы в свое время, еще я вот сейчас припоминаю, это, по-моему, пятый год, было открытое письмо Владимиру Путину, которое подписали десятки ведущих ученых и специалистов вообще в России с тем, чтобы запретить на территории России ГМО. Мы писали Дмитрию Медведеву. Если вы проанализируете высказывания наших лидеров, то и Путин, и, кстати, Медведев в свое время на саммите в Европе, когда у него спросили, какую кухню вы любите, он сказал, я люблю любую кухню, лишь бы еда не была генетически модифицированной. Да, но, простите, все-таки жажду развязку истории с Сурковым услышать. Владислав Юрьевич отреагировал мгновенно, и тогда я впервые поняла о том, что, ну, из чего состоит эффективность Суркова, да? Слушайте, это хорошая постановка вопроса. Я думаю, все-таки из тех, кто что-то делает, я не хочу сейчас оценивать со знаком плюс, со знаком минус, я не хочу сейчас говорить, как он. Как он отреагировал, Елена, расскажите. Но мы ему в пятницу вечером, в пять часов вечера отправили в приемную факсом открытое письмо. В понедельник в 10 часов утра, мы с 10 начинаем работать, уже звонил его советник по Сколково и просил организовать встречу. То есть, вы понимаете, это мгновенная реакция. Вы как много чиновников в нашем государстве знаете, которые готовы так реагировать, которые умеют так реагировать. Я сейчас не к тому, что наша эпопея закончилась позитивно со Сколково, да? Но это уже вина, скажем так, не Суркова. Это уже вина, скорее, это большая цепочка. У нас действительно нет опыта коммерциализации. Вы хотели исследование продолжить на базе Сколково, да? Мы предложили вместе с институтом проблем физиологии растений, директором института доктор Новокузнецов Владимир, мы предложили на базе Сколково сделать проект безопасной генной технологии. В чем суть проекта? Суть проекта в том, что мы не контролируем наши поля, и мы не контролируем системное сырье, которое поступает на территорию России, и мы не контролируем те продукты, которые мы едим. То есть системы контроля, все, что переходит на территорию России, и все, что высевается, ее нет. Мы вот не знаем. Вот, например, Золочевский, Аркадий, это наш оппонент, но это наш конструктивный оппонент. Вот он категорически за ГМО, и за высевание в России, и за, за, за. А вот мы, в общем-то, считаем, что пока безопасность не доказана, мы говорим, давайте подождем пока. Вот мы не хотим этого. Так вот, вот Аркадий Золочевский убежден, что такое-то количество гектара, вот, кстати, надо спросить у него, откуда он взял эту информацию, в России уже высеваются генетически модифицированные сорта тех или иных видов. А эта информация никем не... Елена, извините, запрета на высев ГМО семян нет? Нет разрешения. Дух, ну, слушайте, я вот, я фермер, значит, я сам себе император Деклетиан, который на покое, как известно, удалился капусту выращивать. Да кто ж мне Деклетиан, да еще если на покое помешает ГМО капусту выращивать? А у нас на территории... Захочу, везу, посею. У нас на территории России не могут поступать генетически модифицированные семена. Скорее всего, это все-таки просачивается. Но что происходит? А мы же не можем забывать с вами о том, что происходит генетическое заражение окружающих полей, еще и межветовое переопыление, что аномалия, по сути, природная. То есть, поэтому мы говорим о том, что мы должны понимать, что происходит на территории России. Поэтому нужны наши российские технологии, которые позволяют проверять. Опять-таки, что мы с вами можем проверить? Мы можем с вами проверить пока только 18 линий, маркеры, которых у нас есть, да, для лабораторных исследований. А изобретено тысячи ГМО и более ста активно высеваются в России линий. Мы должны проверять, а они попали на территорию России, а в продуктах, а в сырье, а в семенах. И ровно об этом мы написали Владиславу Юрьевичу. Потому что, вы понимаете, если вы создаете Сколково, как некий научный центр, давайте развивать те технологии, которые позволят обеспечить безопасность российских территорий со всех точек зрения. Потому что, если мы, например, примем решение, что мы высеваем, и это надо контролировать, нужно понять, что вообще происходит на территории России. И именно это важно. А я надеюсь, что все-таки... Нет, я понимаю, хотя у меня есть, конечно, ощущение, от которого трудно избавиться, поэтому, честно, в нем признаюсь, не можешь изменить, признайся. Что это, конечно, напоминает вот такая паническая... Я не права, вот такое вот... Мы не знаем, но не нужен нам ГМО. История там с нитратами, нитритами, да? И это мне напоминает вот на шестисотках этих дачниц, там, бабушек, которые дико довольны тем, что они только на натуральных удобрениях выращивают свои... Или вообще, как это мы без удобрения. Это, конечно, лукавство, удобрения пользуются все, без удобрения. Это дички растут, урожайность, их качество нам всем прекрасно известны. И вообще история сельскохозяйства, это история превращения, это история выращивания химер, конечно. Потому что ни такой пшеницы, ни в каком-то районе благодатного полумесяца не водилась, которая сегодня... Нет, все-таки рыбы и... Елена, на наших глазах произошла великая революция в сельском хозяйстве. Это домистификация рыбы. И вот рыба-теляпия раньше водилась только в аквариумах, а теперь рыба-теляпия водится в прудах и ее искусственно разводят. Это все другое, это все в рамках рыбы. Это другая рыба, которая обрабатывает антибиотиками. Потому что, представляете, что такое эпидемия рыбная в одном отдельно взятом водоеме. А то все, там, стопроцентный смертельный исход. И так далее. То есть сельское хозяйство – это изменение изначальных природных свойств. Потому что все, что мы имеем сегодня в сельском хозяйстве, это то, в принципе, чего нет в природе на 90%. Я же с этим не спорю. Есть единственные нюансы, о которых... Несколько нюансов, не единственные, прошу прощения, о которых я говорю. Во-первых, я говорю о праве выбора. Вы можете... Да, это очень существенный вопрос. Но вы идете в магазин, и у вас должно быть право. Должна быть маркировка. Да, я считаю, сколько процентов жира. И мне ведь никто не мешает стопроцентным содержанием жира сало купить. Да, ты хочешь есть сало, ты хочешь есть колбасу, пожалуйста. Ты вправе выбирать. Я хочу знать, сколько процентов туалетной бумаги вошло в эту колбасу астангинскую. Да, например. Итак, право выбора. Оно полностью нарушено на территории России. Всегда, когда мы находили гнур... Как полностью нарушено? Извините, у нас же стоит маркировка. Как? Я же вам рассказываю. В общем, национальная астация интересна тем, что мы вместо... Не только говорим и не только теоретизируем, у нас есть вполне конкретный практический проект. Он называется «Общественный контроль продуктового рынка». В рамках этого проекта мы приходим в магазин, закупаем продукты, сумка-холодильник, и везем их в ряд лабораторий с лечительной анализом, чтобы не было соблазна подделать результаты. Мы проверяем не только на наличие ГМО, мы проверяем по микробиологии, химические составляющие, в том числе ГМО. Хорошо, я понимаю. Из 2004 года. Вот по внимательному зрителю в этот момент возникает вопрос. Дорогая Елена Акинфовна, скажите, пожалуйста, кто вас содержит? Потому что в стране Российской Федерации мы привыкли, что кто девушку платит, тот ее и танцует. Если вам не удалось получить финансирование от транснациональных корпораций, которые занимаются ГМО, может, вы получаете финансирование от их противников? К сожалению, на территории России... Как я изящно сформулировал тогда? Я сразу хочу сказать, что я бы с удовольствием получала бы финансирование от противников транснациональных компаний, но, к сожалению, на территории России он их не наблюдается. Так, вы мне скажите, на счет деньги вы живете, ваша ассоциация живет. Добрый доктор Айбали. Все очень просто. Есть такое понятие, как корпоративная социальная ответственность, то самое КСО. И в рамках КСО различные компании могут свои деньги перечислять на детские дома, устраивать какие-то, я не знаю, мероприятия для защиты здорового образа жизни. Компания... Не быть деньги Госдепа? Нет. Компания, владелицей которого я являюсь, это компания, которая занимается маркетингом и пиаром, Production.ru Communication Group, которая существует в России с 2003 года, в свое время приняла решение, что в рамках нашей корпоративной социальной ответственности мы будем содержать ассоциацию. И ровно это, хочу обратить ваше внимание, позволяет мне говорить сегодня, что таки да, таки в России есть гражданское общество, если ты нашел независимое финансирование. Ведь вы понимаете, в чем уникальность ситуации? Мы очень жестко критикуем, критикуем нашу власть. Мы не даем покоя крупнейшим транснациональным компаниям. Мы не только у... Там Суркова выходных лишили. Да, мы не только у НЕСЛЕ, мы у целого ряда транснациональных компаний находили серьезнейшее отклонение от качества. У российских компаний, то есть если проследить наши конфликтные ситуации с крупными компаниями, это перечень, это ведущие бренды вообще в России и в мире, и только и никто никогда ничего нам не запретил. Никаких себе маски-шоу, ничего. Потому что даже когда у Геннадия Нищенко спрашивают, вот, уважаемый Геннадий Нищенко, вот ассоциация там нашла, мы проверяли, в сгущенном молоке нашли и кишечную палочку, и токсин бутулизма, например, сгущенное молоко. Нашли в глазированных сырках плесеневые грибы, которые ведут к менингиту, кишечную палочку, само собой разумеется, и, например, золотистый стафилококк. Это все ведущие бренды. Так вот, когда журналисты у него спрашивают, Геннадий Нищенко... Три дня на кефире предварительно проверенном. Только предварительно проверенном, кстати. Так вот, ему говорят, что вот ассоциация нашла. На что он отвечает? Если ассоциация проверяла, если она что-то нашла, значит, там что-то есть. Вы понимаете? Мы за это время заработали репутацию людей, которые не договариваются. Которые, если мы нашли... Вот смотрите, мы нашли в детском питании, унесли ГМО, мы об этом сказали. Ну, следующая проверка, мы проверяли йогурты, и их йогурты оказались безупречными. Хорошо, Елена, понял, принял. То есть, мы честны. Я понял. И только, кстати, свои деньги это позволили делать. Сейчас у нас есть целый ряд проектов, куда мы будем фандрайзить деньги. Потому что проекты настолько большие, что мы не успеваем. Значит, фандрайзить, перевожу товарища на русский язык, собирать деньги. Значит, шакались по приемным разных организаций. Американское посольство в списке исключено по понятной причине. Сбор средств. Ну, не все знают, что такое фандрайзинг. Да, не все знают, что такое фандрайзинг. Прошу прощения, это уже такая профессиональная терминология. Это все-таки скорее, в моем понимании, сбор денег на социальные проекты. Ну, или на партийные цели. Да. Но в данном случае, ведь чем занимается ассоциация? Не только ГМО, а всем тем, что влияет негативно на геном, скажем так, человека и окружающую среду. Да, люди добрые, поможите, чем можете сам. Мы не местные, но ГМО волнует. Вот весь какой момент. Смотрите. Вот только сейчас пришла правда идея. Это математические методы, которые используются для моделирования процессов, которые трудно провести экспериментальным путем. Часть этих методов приведена Левитом и Дабнером в двух знаменитых книжках. Это фрикономика и суперфрикономика. Там рассказывается, как математическим методом можно вычислить жульничество во время единого государственного экзамена, такое в Америке, там тоже есть, в чикагских школах, по крайней мере. Или там жульничество борцов с умой и так далее. Ведь никто вам не мешает проанализировать массив статистики или заказать, благо деньги у вас на это могут найтись, заказать анализ такого массива информации в тех районах, где генно-модифицированные продукты потребляются наиболее активно. И посмотреть, например, как те страхи, которые вы имеете полное право, чтобы эти страхи в вас жили, даем эти полное право их развеять или подтвердить. Можете просто просчитать, что там происходит, ну, например, с размножением скота в каком-то там поколении и так далее, и так далее. С заболеваниями у людей. Делается очень просто. Потому что люди, которые занимались проблемами влияния малых уровней радиации, они не могли бы обставить эксперимент ни на людях, ни на морских свинках. Они брали там массивы по медицинским показаниям в районе взрыва на Тотском полигоне в 54-м, если мне память не изменяет, году. Это очень хорошая идея. Кстати, спасибо за идею. Мы подумаем, как это правильно организовать. У нас было что-то подобное. Мы анализировали, насколько в Америке за последние 20 лет, после того, когда разрешено ГМО, возрос, рост заболеваний и каких. По сравнению с предыдущим периодом. Потому что аномалия всегда замечается на форме нормы. Возрос диабетов, аллергий. Но с аллергиями вообще все понятно. Ведь если там трансгенные, например, орехи... Ну, в общем, ладно, не будем сейчас останавливаться. Аллергий и рака. Вот, например, вот эти вот рост вот этих вот заболеваний возрос за последние 20 лет. Но тут нет чистоты, знаете, какой. Вообще пищепром меняется. Ведь это... Человек меняется. И человек меняется, да. И пища меняется. Новые технологии во всем. Консерванты, красители и так далее. Ну, посмотрите, что, кстати, с так называемыми Ешками. Вот эта вот группа Е, все, консерванты. Да, да, да. Что с ними происходит? Ведь продают, продают, продают 10 лет. А потом раз, вдруг оказывается, это канцерогенно. Срочно запрещать на всех территориях, да? Ну, на самом дорогом французском вине, на кончатопе Трюс, будет указан состав этого вина. Это, представьте себе, не только спирт этиловый, да. Там, например, будет указан сульфат серы. Потому что без обработки серой вино не будет храниться. Это делается всегда. Когда-то серо его окуривали, сейчас там просто добавляют. Вопрос в том, кто сколько добавил. Если много, голова, безусловно, будет болеть. Кстати, вот они еще как раз на это бы не мешало обратить внимание, а не на мифические грузинские гербициды, которых вине быть не может определить. Там есть такое. Если просто скажешь, там сульфат серы, сульфаты серы в вине, это больше вино пить серы? Да, никогда. Да что? Без этого не бывает. Без этого бывает только водка уже. Простите, на мой взгляд, випеде гораздо хуже. И так далее, и так далее, и так далее. Мы вот как вот эти вот бабушки, которые у нас только все без химикатов приготовлены. Да не растет без химикатов. У нас консерванты во всех видах консервов, потому что без консервантов ничего не приготовлены. Вопрос количества и вопрос все-таки понимания влияния. Очень часто бывает так, что то или иное новое изобретение, это даже с лекарствами бывает, а там никуда не в пример большей степени защиты и клинических исследований и так далее. Бывает так, что лекарства отзывают, потому что они одно лечат, другое калечат. То же самое со всеми добавками очень часто случается. Вот, например, в России сегодня пять запрещенных добавок, которые признаны канцерогенными. И я вот очень не хочу, чтобы вдруг оказалось, что несколько поколений ели эти ГМ-продукты, и потом оказалось, что такие это ведет к бесплодию. Совсем из другой области примерно. Ведь героин так и был назван, что казалось, найдено новое лекарство. Его назвали героин, то есть героическое, и продавалось он в Соединенном Штате в аптеках на любом перекрестке. А кокаин, кока-кола и так далее. А потом все захватились. Так вот, всего лишь, ну, человечество должно же уметь делать выводы из своей истории, да? И у нас уже достаточно серьезная история, скажем так, преобразований пищи. Так вот, если уже мы видим, что может привести что-то к негативным последствиям, давайте вначале убедимся в безопасности. Все-таки принцип предосторожности, он должен быть. Опасность ГМО в том числе в том, что это влияет и на окружающую среду, как необратимая вещь, и самое главное, на последующие поколения, отдаленные поколения. Да, потому что все-таки речь идет о изломе генома. И мы не понимаем, как и что на самом деле там происходит. Поэтому мы не говорим, давайте никогда ГМО. Мы говорим, давайте сделаем возможность провести какое-то количество опытов. Допустим, кстати, вот это очень важный факт, о котором мы говорим. Я считаю, что общество должно знать, что происходит в науке. Да, общество, оно неразумно с точки зрения там разумности. Вот оно сейчас оценит необходимость той или иной технологии. Но есть какое-то количество разумных людей. Есть так называемая элита. Все-таки об этом и обществу надо давать возможность принимать решения. То, что происходит во всем мире. В России этого не происходит. В России вообще нет диалога науки. Ну, науки так таковой, в общем-то, активно развивающейся нет. У нас вообще нет диалога науки и общества. Да, поэтому мы, когда создавали ассоциацию, одна из задач было образовывать хотя бы участников рынка пищевого, да, производителей. Хотя бы им рассказывать, что к чему. Потом, конечно же, ассоциация по своему функционалу разрослась. И оказалось, что наши потребители отнюдь не производители. Очень мало производителей, которые приходят и говорят, а помогите нам отладить систему контроля. Да, в основном все боятся, как бы мы не нашли чего плохого вот у них. Поэтому очень важно, чтобы человек имел право выбирать и влиять в том числе. Потому что как уж сейчас сингулярно скаканет наука, мы не знаем. Но, очевидно, изменения будут очень быстрее. То есть, сингулярность к фандрайзингу никакого отношения не имеет. Значит, сингулярность это такая вот точка, в которую все упирается, когда развитие идет по некой возрастающей экспоненте. Да, это я просто... Слушайте, по экспоненте, в геометрической программе. Кто вообще сегодня все это знает? Только шкурники накануне ЕГЭ. Вы знаете, потому что вы были ведущим фантастического проекта, поэтому... Да, который называется программа «Наше время». Значит, дорогие друзья, сон разума рождает чудовище. Это очевидно. И человек ест то, что он ест. Это тоже совершенно очевидно. Вот как-то так мы сегодня перескакивали рвано с одного, с другого. Но получилось, что мы все-таки занялись каким-никаким, но ликбезом. Прежде чем кричать, что все мы погибнем. Пусть даже к 2050 году от голода. Или прежде чем кричать, что ГМО спасет человечество. Ну, откройте книжки популярные, черт возьми. Ну, прочтите какого-нибудь, я не знаю, Ричарда Докинса. Хоть поймете, что такое генетика и что такое эволюция. С точки зрения генетики. Ну, знаете, вот не только желудок. Вот сюда пищу нужно тоже кое-какую, кое-когда добавлять. Ну, хотя бы в небольших количествах там написано. Это книжка для слишком умных. Но ума здесь только на 0,9%. Потому что дальше мы эту маркировку снимаем. Елена Шаройкина, директор общенациональной ассоциации генетической безопасности, была сегодня нашим гостем. За что мы должны ее поблагодарить? Читайте книги, да, и вот есть такие люди, которые занимаются фандрайзингом вовсе не для того, чтобы собственные карманы налить. Елена, спасибо. Оставайтесь с вами на канале «Совершенно секретно». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова